Так много лампочек, заменяющих солнце, но как же правильно их использовать? В какой светильник правильно их поставить? И сколько времени они должны излучать? То, что они будут излучать? Давайте разберёмся. Так как дневные животные зависимы по своей активности от солнечного света, то лампочки, заменяющие дневное освещение, солнечный свет, ультрафиолет и обогрев, будут работать ровно столько же, сколько бы светило солнце в полосе этих животных. Зачастую в террориумном мире это время работы ламп заключается в 10-12 часах. Есть исключение лампочки, которые поддерживают общую фоновую температуру и могут работать ещё и среди ночи. Такие лампы мы называем ночными. Они не издают света, но отдают нам только тепло и также не содержат ультрафиолет. Так какие же светильники нам подойдут для какого типа ламп? Смотрим далее. В теме о том, какой же светильник нам необходимо выбрать, нам как раз таки понадобится вспомнить законы отражения света. Закон отражения света. Угол отражения от зеркальной поверхности, угол падения луча, будет равен углу отражения. Но что же делать, если поверхность не зеркальная, не идеально ровная? И в каких светильниках оно же может быть? Самый наглядный пример зеркального отражения, которое присутствует в светильниках в террориумистике, это светильник по типу Light Dome. Также увидите у него на картиночке, что тут двойной ультрафиолет, то есть отражение максимальное. Посмотрим его ближе. Данный светильник имеет большой уровень отражения, его поверхность зеркальная. Поэтому от источника света, который будет находиться внутри, лучи будут отражаться и направляться в одну точку, то есть вертикально вниз. Светильник имеет цилиндрическую форму, что помогает абсолютно все лучи перевести в точечное направление. Схематично это будет выглядеть как-то вот так. Вспоминаем закон отражения. Лучи под тем же углом, как соприкоснули с зеркальной поверхностью, так и будут уходить вниз. Соответственно, основной поток будет уходить вниз нашего светильника. На изображении вы можете видеть, что лучи, когда исходят от лампочки, они более толстые, более насыщенные. Соответственно, чем дольше путь этого луча и чем чаще он будет соприкасаться с зеркальной поверхностью, тем больше он будет отражаться и терять свою полезную силу. Это нам важно понимать для того, чтобы распределить уровень ультрафиолета. Если луч отражается один раз, уровень его ВВ-излучения меняется, но незначительно. Прямой поток ультрафиолетового излучения В, который идет непосредственно от лампочки, остается самым интенсивным. Но поскольку этих лучей, отражающихся от боковых стенок, очень много, они дают довольно-таки сильный поток во всем диапазоне диаметра вот этого вот светильника. Рассмотрим другой вариант светильника. Вот такой вот. Glow Light от Exotera. Данная модель не имеет отражающего слоя, поэтому отражать лучи внутри для прямого потока вниз он уже не будет. Но он имеет другой интересный слой. Несмотря на то, что форма светильника практически такая же, внутри он имеет абсолютно другой слой. Это фосфорные напыления, которые впитывают свет в течение всего дня от источника освещения, то есть лампочки внутри, и ночью постепенно отдает легким зеленоватым цветом, напоминающим лунное свечение. Такой светильник не будет давать с направленного направления лучей от нашей лампочки. Лучи от того, что поверхность внутрисветлая, будут немножко преломляться, но действуют уже как на второй картинке, то есть преломляться хаотично. Зеркальной поверхностью такой светильник не обладает. Соответственно, для лампочек ультрафиолетового излучения его не стоит использовать. Только для греющих, которые имеют внутренний отражающий слой. Разберем третий тип светильников, который подходит уже именно для ультрафиолетовых ламп. Это светильники по типу Compact Top, которые подразумеваются для ультрафиолетовых ламп. Что же он в себе содержит? Здесь у нас есть цоколь, где будет располагаться лампочка, и располагаться она будет в горизонтальном положении. Внутри светильника присутствует отражатель. Зеркальная поверхность, которая в разрезе будет похожа на трапецию. Как же будут в таком варианте идти лучи? Представим, что вот этой стенки у нас нету, и мы можем смотреть ход лучей через бок. Что же получится? А вот что. Паук, скажете вы, не паук, а ход лучей, где каждый луч преломляется от разных поверхностей. Поскольку поверхность у нас зеркальная, а угол отражения равен углу падения, мы видим перпендикуляры, как у нас будут идти данные лучи. Таким образом, по схеме, мы видим, что данный светильник дает нам интенсивное излучение непосредственно под ним, а большая часть лучей, которые отражаются от наклоненных зеркальных поверхностей, они дают нам рассеивание. Таким образом, в таких светильниках теряется интенсивность УВБ излучения, но большее количество света распространяется по всему террариуму. А вы знали, что светильники по типу компакт-топа есть разных типов разных фирм? Давайте сравним их между собой. Экзотера, Рептизу и Рептипланет. Поверьте мне, они разные. Давайте посмотрим, чем отличаются эти светильники внешне. Первое, что бросается в глаза у светильника Экзотера, есть прорези сверху по корпусу. Это вентиляция. Такой вентиляции мы не видим ни у одного другого светильника. Все это связано с тем, что лампочки ультрафиолетовые в основном продаются двух мощностей 13 и 26 Вт. Даже такие лампочки, которые не используются для нагрева, нагреваются. И нагреваются на своей поверхности 26-ваттные ультрафиолетовые лампы порядка 33 градусов. Лампочки 13-ваттные на своей поверхности нагреваются до 30 градусов. Если такое тепло остается в замкнутом пространстве, соответственно, оно будет впитываться корпусом светильника и также расходиться под светильником, то есть под сеткой. И значит, будет нагревать воздух внутри террариума. В случае со светильником от Экзотеры такого не произойдет, потому что теплый воздух всегда идет вверх, и через вот эти отверстия он будет проходить. Второй момент, который сразу виден невооруженным глазом, это специальная прорезь на светильнике от Экзотеры. Сделана для того, чтобы в нее можно было установить родные экзотеровские термометры, гидрометры и термогидрометры. У Рептизу такой части нету, потому что родные термометры, гидрометры и термогидрометры от Рептизу и Рептипланета устанавливаются или сверху на светильник, или рядом со светильником на сетку, или вообще внизу рядом с террариумом. Третья внешняя отличительная черта, которая также сильно влияет на комбинирование данных светильников с террариумами, это наличие специальных ножек у Экзотеры. Таких ножек нету ни у Рептизу, ни у Рептипланета. У них ровно заканчивается корпус светильника. Все это сделано для того, чтобы светильник Экзотера плотно упирался в корпус обрамления террариума. Как мы видим на всех террариумах Экзотера на верхней сетке есть еще ребро жесткости. Данный светильник устанавливается на переднюю поверхность корпуса террариума, а сзади получается задняя стенка упирается в это ребро жесткости. Таким образом светильник держится на террариуме Экзотера статично. Даже при легком ударе столкновения этот светильник останется на террариуме, потому что он зафиксирован. Нельзя сказать, что светильник от Рептипланеты Рептизу будет сдвинут в разы быстрее. Да, они взяты у нас более крупных размеров, но по ощущению и по весу эти светильники сделаны не из такого легкого пластика, как Экзотера. Кстати, это играет еще один важный момент. Когда мы говорим о вентиляции от светильника Экзотера, здесь теплый воздух уходит через верхние отверстия. В данном же случае материал пластик и металл, поэтому вот эти светильники будут сами нагреваться посильнее. И если у вас стоят террариумы друг над другом, например, на стеллаже, учитывайте, что следующий террариум, который будет находиться над террариумом с таким светильником, он будет нагреваться больше, значит, вам следует поставить полочку на высоте повыше, чтобы тепло от этого светильника расходилось. Также еще одна отличительная черта между светильниками заключается в том, что, как мы уже сказали, светильники от Экзотера крепятся за счет корпуса обрамления террариума своими ножками. Светильники от Рептипланета Рептизу, во-первых, они идут немножко других размеров. Длина вот этих светильников 66 сантиметров, в то время как длина светильников Экзотера совпадает с длиной террариумов 30, 45, 60, 90. Светильники от Рептипланета и Рептизу имеют размеры не совпадающие с размерами террариума. Что же с этим делать? Как же они ставятся? Как это происходит? А все очень просто. У террариумов Рептизу и Рептипланета немножко другое обрамление сетки. Корпус террариума отличается. Сетки не имеют ребра жесткости, поэтому светильник ставится непосредственно на саму крышку террариума. Его можно сдвинуть либо ближе к передней сетке, либо к дальней, либо оставить посередине. И фиксироваться он будет только за счет того, что перемещается по свободному пространству сетки. Вернемся к отражению. Напоминаем, что в светильнике Экзотера, отражающая пластина в форме трапеции. Схема движения лучей такая. Этот светильник мы можем рассматривать как светильник, рассеивающий свет по большей площади террариума. Поэтому светильники Экзотера желательно использовать лампочки с более сильным спектром, для того, чтобы на животное попадало большее количество УВБ-излучения. Чем же от Экзотера будут отличаться светильники Рептипланет Рептизу. Светильник Рептипланет. Здесь мы видим точно такое же отражающее покрытие. Оно зеркальное. В отличие от Экзотеры не имеет наклейки на внутренней стороне. Наклейка. Здесь ее нету. Форма такая же трапеция, но пластины сами по себе немного подлиннее. Соответственно, такой тип отражения в светильниках будет давать больше света. При использовании с одними и теми же лампами одинаковой мощности, одинакового спектра ультрафиолета вот этот светильник будет немного больше освещать весь террариум. светильник рептизу имеет отражающую поверхность в форме полусферы, поэтому лучи, исходящие из такого светильника, будут не так сильно рассеиваться, иметь более направленный ход практически вертикально вниз. Таким образом, зона, освещенная таким светильником, будет более интенсивной по излучению, но не так сильно расходится в разные стороны. То есть подсвещена будет основная часть. Пластины также широкие, как у Рептипланет. ну что ж, мы поговорили про светильники, давайте поговорим про лампочки. «Авлеж 레�моне» Ширко» О, «Авлеж Лясо» роз antecus